И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен космической замечательной тематике, сегодня мы вместе с вами быстро выполним ежедневные заданки, ну и отправимся лететь дальше в космос, на предыдущем видеоролике у нас практически набралось 200 лайков, соответственно мы сегодня на видеоролике приобретем спецпочек за 2000 тамкоинов с 20 энергией, ну и плюс у меня накопилось еще 80 энергии, плюс мы заберем сегодня заданки, итого мы сможем вместе с вами сделать сегодня целых 11 ходов, но для всего этого нам нужно выполнить еще одну ежедневную заданку, и это заданка в режиме осад, соответственно я давайте быстренько переоденусь, ну попробуем на викинга рельсу, не знаю получится у меня на ней 700 закатывается, если у нас будет хороший бой под рельсу, то я на ней останусь, если вдруг закинет карту, где особо сильно просреливать противника не будет возможности, то тогда мы переоденемся, ну и попробуем сегодня долететь хотя бы до пары-тройку метеоритов, ну а там мы уже увидим, откинет нас сегодня, назад не откинет, в принципе примерно около соточки энергии я и планировал накапливать и потом записывать видеоролики, ну а вам я лишь могу сказать, чтобы вы не забывали поддерживать, конечно же, видеоролик лайком, дабы у нас набирались красивые двухсоточки, и мы так и дальше продолжали покупать на видеоролик спецпаки с замечательной энергией. Пока что я еще так и продолжаю с их покупочкой, не знаю, быть может еще где-то спецпаков 4-5 я куплю, дальше чуть-чуть приостановлюсь и буду уже надеяться, что этого хватит. Я изначально думал, что я потрачу танкоинов примерно до 40 тысяч, сейчас у меня уже меньше 40 и я примерно понимаю, что еще где-то около 10 тысяч надо втушить, это где-то около 100 энергии еще сверху купить, и тогда уже будет примерно мне хватать по моим подсчетам на прохождение даже при самых печальных раскладах. Поэтому пока что мы продолжаем записывать видосы, продолжаем покупать энергию, ну и надеяться на лучшее, что нас не будет откидывать, и то, что нам будет немножечко больше вести в этом замечательном ивентике. Ведь до броника дойти обязательно надо, ну а дальше уже после броника я, если честно, особо там прям какой-то грандиозной цели для себя не ставлю, да, то есть мне в принципе будет достаточно дойти до этого броника, ну а дальше уже, как говорится, как будет, так и будет. На рельсе я довольно неплохую карту закинула, здесь на пармочке можно неплохо так втушить урончику, ну и за 2 минуты у нас уже есть практически 200 очков, точку мы заберем или не заберем, не знаю, там вражеская рельса тушит овердрайв и меня забирают, ну практически забрали, чуть-чуть не дотянули, может быть дотянут или нет, нет, точку открутили противники, ну и было бы неплохо сейчас где-нибудь встать здесь справа, покидать еще урончик, может быть даже поражать овердрайв, если будет в этом необходимость, пока что я ее, если честно, особо не вижу, эту необходимость, но если что, вдруг, то втушим, втушим, конечно же, и попробуем уже накидать хороший урончик, так, под сквозную никто не хочет становиться, отлично, купол от Титана, Титана, кстати, купол теперь в осаде, начал как-то больше приносить пользу, раньше как-то я особо не видел в этом прям огромнейшего смысла, а сейчас в последнее время прям очень неплохо так залетает, и Титанов, кстати, в этом режиме тоже стало как-то побольше, так, ну а нам вообще, если честно, было бы неплохо, наверное, попробовать больше попростреливать вражеские респы, чтобы половить сквозную, ну, либо здесь сзади от точки сыграть, если противник будет ехать на нее, чаще всего в рандомных боях противник очень хорошо едет на точку, соответственно, можно будет попробовать этот урончик хороший понаносить, главное, чтобы у нас летела красивая сквозная, ну и, конечно же, надо еще прожать овердрайв, было бы его еще куда прожимать, было бы вообще великолепно, великолепно, так, ну можно просто чуть-чуть приостановить противника, так, прожать, чтобы наверняка точку забрать, и еще дополнительно чуть-чуть подтушить, ну, плохо, конечно, что я не забрал эту точку и то, что меня слили, но главное, что команда захватила, и мы 2-0 уже повели, так, по урончику пока что все в порядке, эти 16 киллов у нас уже есть, ну и если у нас здесь быстрые досрочки не будет, то я как раз-таки свои 700 очков за эту каточку успею наколотить, и мы полетим с вами сразу же после этого боя в мини-игру, так, аптечку убрал противник, так, можно вообще попробовать что-то даже через купол тушануть хорошее по урону, если у нас, конечно, будет ребята пикать, хорошо так открываться, ой, хорошо, сороковочка залетела, красивая, неплохо, неплохо пойдет, главное, чтобы точку сейчас мы не потеряли, тиммейты под контроль ее должны брать и сквозную хорошую тоже дотушивать, есть иногда проблема, конечно, у рельсы то, что почему-то не фиксируется сквозная, хотя у этой рельсы она должна фиксироваться на постоянной основе, очень радует, когда тиммейты сами становятся на сквозную, когда они понимают, что я могу через них тушить хороший урон, это очень-очень грамотная игра, которая, если честно, не часто встречается в подобных режимах, так, точку, 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 точку бойцы, хорошо, и еще через кого-нибудь бы тушануть, противник, тиммейт, что-то как-то вот этот не особо горит, чтобы я через него стрелял, так, ну а мы точку берем, хорошо, 3-0 уже ведем, отлично, еще и овердрайв у меня есть, все великолепно пока что, по очкам тоже все супер, за 6 минут я уже 500 кудал, а мне надо всего лишь 700, попробуем тогда, может быть, даже досрочку сделать, чтобы быстрее отправиться уже в полет, я еще и, похоже, званочку получил, только я даже и не заметил, когда я ее получить успел, ну, вы, я думаю, что ее точно видели и в комментариях сможете написать, написать, когда я ее взял, так, тушим овердрайв, на всякий случай, чтобы, если что, противник не захватил, особо, конечно, большого количества урона я нанести не успел, но пойдет, 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 что-то накидали, уже неплохо, и попробуем сейчас ее забрать, так, еще туда, блин, не попал, к сожалению, к сожалению, не попал, нифига себе, викинг свои оверки прожимает, пробокатку выиграть или для чего, не знаю, мы и так, вроде как, неплохо ведем, куда там еще свои оверки тушить, братанчик, и так все четко, так все четко идет, ну, для больнейшей уверенности, может быть, молодой прожимает овердрайва, может, овердрайвов много, некуда их терять, так, блин, что это, что это такое, ой-ой-ой, застрял, неплохо, так, может быть, сейчас попробуем здесь по респу втушить урончик, чаще всего на парме вот здесь вот получаются очень хорошие сквозные, если бы я еще попал бы ее, было бы неплохо, ой, хорошо, сороковочка залетела сладкая, еще, ну, не сороковка, конечно, но тоже неплохо, и еще добавить, отлично, и еще, может быть, добавить, пока наши тиммейты захватывают, удачно можно и тушить, правильно, пока захват идет, хорошо, супер, бля, так я не в нужном месте стоял, здесь, оказывается, на респе надо стоять, чтобы как можно больше урона вкидывать, 36 килов, неплохо, 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 заданочку я уже выполнил, и при этом мы еще и ведем 5 к 0, ну, и сейчас было бы тогда неплохо еще одну оверку прожать на бровочку, заехав, и здесь где-то втушив ее, но мне что-то как-то урончик очень много наносит, было бы неплохо, конечно, не торопиться, ой, хорошо, десятка вкусная залетела, если зиду слил бы, то можно было бы и оверку втушить, ай, магнум, противный магнум, но это 6-0 должно быть, должно быть 6-0, да, 6-0 есть, и пробуем забирать ластовую точечку, и выигрывать эту замечательную каточку, так, да, на центре точка, супер, бомбово, ну, и где-нибудь здесь сбоку сейчас прожмем, либо можно было бы, конечно, на рельс запушить, прожать, ладно, нажмем тут, мне уже, в принципе, особо смысла не роляет, откуда ее прожимать, эту оверку, при том, что наши тиммейты уже, скорее всего, сейчас заберут последнюю, мне просто лишь бы уже прожать. Что касаемо рельсы, если сказать вкратце, ее же немножко занерфили, да, и меня ребята просили, чтобы я скатал на ней, решил скатать на ней здесь, потому что режим осада. Скажу, что она все так же хороша, да, стало чуть, конечно, потяжелее на ней наваливать, но, видите, в осаде все в пролном порядке, все так же можно неплохо тушить на ней очки, и зафармливать бабосик, да, с такой досрочкой пятерку скушал с фонда и 42 кила заработал. Считаю, что это, в принципе, довольно-таки хорошие цифры очки. Забираем все заданочки, у меня сегодня еще появились заданки, заданки недельные, и сегодня у меня... О, у меня уже есть жига, уже есть жига, значит, что мы, скорее всего, сегодня еще один видеоролик запишем с одной интересной пушечкой, многие меня просили этого сделать. Постараюсь сегодня это оформить, ну и отправляемся на сайт мини-игры. А, нет, мы еще не отправляемся, мы не забываем про лайки, ребяточки, мы не забираем, не забываем, что 200 лайков дает нам покупочку в 2000 танкоинов вот этого спецпака, поэтому обязательно не забывайте прожимать лайки на видеоролик, если вы хотите, чтобы мы эти спецпаки покупали. Ну, а теперь уже полноценно можем переходить к сайту с мини-игрой. Обновляем ее здесь, у меня как раз было 78, а, нет, даже у меня было 79, 111. Красивая циферочка, на 11 ходов нам хватает, мы находимся на 53-м ходу и на 53-й планете, и посмотрим, что же нам сегодня даст эта замечательная мини-игра. Полетели! Плюс один, хорошо, перед метеоритом встал, отлечу или перелечу, встал на него и не отлетел. Очень хорошо, вот это прям очень хорошо, когда я встанавливаюсь на метеорит и меня с него не откидывает. Нам осталось всего лишь 6 метеоритов и 12 ходов. Летим, надеюсь, что все так же и будет хорошо у нас идти. Плюс один, плюс один это не очень круто, конечно, но... Благо мы метеоритов не оставляем за собой, а вот сейчас плюс 3 и очень опасно. Плюс 3 это очень опасно, потому что спереди очень большое количество метеоритов. Кушу еще плюс один, становлюсь на метеорит и меня откидывает на минус 5. Но зато уже два метеорита схавал. Уже схавал два метеорита и это неплохо. Один откинулся, второй не откинулся. Плюс два. Если я встану на 62, меня откинет докуда? Раз, два, три, четыре, до 57. Блин, ну это плохо. Надо убирать 58. И надеюсь, минус 5? Блин, с минус 5, ё-моё. Ё-моё, с минус 5. Был я на 55, стал на 53, но при этом 3 метеорита схавал. Неплохо. Плюс 2. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Еще плюс 2. Отлично. И два хода. Плюс один. И ласт ход. И плюс один. Ну что я могу сказать? С точки зрения везения, конечно, может не так круто. Но, 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 но. С точки зрения сбитых метеоритов, очень хорошо. Хорошо, что мы сегодня их минусанули целых 3. 1 даже не откинуло. 2 откинуло, это минус десятка. Но плюсануло и на плюс 3, и два раза на плюс 2, или даже три раза на плюс 2. Соответственно, у нас было 55 ходов. Или же нет? Или у нас было 53? 53 было вроде. Вроде было, да. Так, 53 должно было быть. 53 хода. И мы находились на 53 планете. С 64 ходов у нас 59 планеты. И осталось всего лишь 4 метеорита. Их было 7. Осталось 4. Ну и это, по сути, наверное, такая уже, ну можно сказать, финишная прямая. Конечно, до финиша еще надо чуть-чуть постараться. Если по ходам, то это восьмерочка. По метеоритам это четверочка. И если рассчитать самый печальный расклад, который может быть, то у нас осталось 80 энергии. Так, и 40-200. 280 энергии. Самый печальный расклад 280 энергии. До этого хода был самый печальный расклад около 500. И, соответственно, за 110 энергии я сбрил половину неудачи, да. То есть, половину от неудачи ушла. И, в принципе, 280 энергии. Это уже выглядит вполне себе адекватно. Это даже при самых печальных цифрах. Это 92 ход. 92 ход. И в сумме 920 энергии. То есть, это будет прям край неудачи. Ну и даже при самой печальной неудаче, это все равно будет неплохо. Это будет очень неплохо. Поэтому, надеюсь, надеюсь, что мы сейчас накопим вместе с вами энергии. И уже в следующий раз очень неплохо полетим. Очень неплохо нам зайдет. И, надеюсь, повезет. Ну и в целом, я, наверное, доволен. Да, то есть, ожидать того, что тебя не откинет, в принципе, это как-то глупо. Я уже рад, что меня с одного метеорита не откинуло. С двух откинуло, но зато плюсануло на плюс троечку-двоечку. В принципе, нормально, адекватно. Поэтому пишите, как у вас дела в этой замечательной мини-игре. Не забывайте поддерживать, конечно же, видеоролик лайком. Подписываться на канал, если вы еще вдруг на него не подписаны. Желаю вам тоже удачи в этой замечательной мини-игре. И желаю вам дойти до тех чекпоинтов, до которых вы себе поставили замечательную цель. Ну и не забывайте про замечательный тег создателя контента, который находится у нас в настройках игры. В аккаунте снизу мой личный тег создателя контента это тег TeamPay. Здесь вы можете его зайти, активировать, поставить. Ну и, конечно же, поддержать меня этим, соответственно. Плюс, если вы оформляете покупочку в магазине танкоинов, либо премочки, имеете возможность поучаствовать в розыгрыше на 50 тысяч танкоинов и 2 миллиона кристаллов, итоги которого будет уже через неделю. Поэтому, если вам это интересно, обязательно спускайтесь в описание, заполняйте формочку, ну и читайте все условия, дабы быть в курсе всех событий. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.